Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут. Мы все покажем. И развлекают чем и как. Докладывать вам будем прям с колес. Уважаемые любители рок-музыки, наступает благодатная вечерняя пора. И я вам расскажу одну занятную вещь. Какую? Здесь 9 ресторанов есть по меню а-ля карты. И есть общий ресторан, где можно позавтракать, можно и пообедать, и поужинать. А есть еще у них путевки клубные. Там находятся лучшие номера. Вот мы живем в таком клубном номере. И эти клубные номера и клубные путевки, они имеют право ходить в места, в отдельное общепито. И там бесплатно есть в течение целого дня и вечера. И вот это одно из таких мест клубных, куда можно прийти позавтракать. По меню тебе принесут, официанты все, что закажут. Мы хотим сейчас съездить в Дубай, посмотреть вечерний город, сходить в крупный торговый центр Emirates Mall. И зашли сюда кофейку попить на дорожку. Мы ничего не заказывали. Они сами принесли. Вот эти вот закуски, орехи, это из телятины, это вегетарианские, а это вот брускеты с тунцом и сыром. Ну так, на крайний случай. Хотя мы не заказывали. В общем, вежливо, аккуратно. И мы здесь уже однажды завтракали. Очень вкусно. И кофе очень вкусный. Сейчас попробую. Хороший. Хороший. Вот на шведском столе мне подали, он был горький. А тут хороший. Потому что отель большой, это не один повар. Тут в каждом ресторане свой повар. Поэтому все зависит от повара. От первого лица. Делает вкусно. Хороший кофе. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну не может русский интеллигент даже кофе пить без тоста. Хочу что-нибудь сказать вам. Хорошая. А выпить я хочу. Я всегда это вот участникам рок-группы говорю. Ребята, запомните. Труд это привилегия королей. А нищета это удел бездельников. Я смотрю, а вокруг цветут сады, пальмы, текут реки рукотворные. Вы представляете, здесь была пустыня. Голая, галимая. Тут ничего не было. Но только благодаря человеческому труду, усилиям, вот это все превратилось в оазис. Поэтому я хочу выпить за то, чтобы мы помнили одну вещь. Что труд это и благо, и награда. А у нас в стране, к сожалению, многие годы труд воспринимался как наказание. Трудом наказывали в тюрьмах, в лагерях. Пахать заставляли. До смерти. Я хочу выпить за то, чтобы, повторюсь, чтобы мы помнили, что труд это привилегия королей, что это награда. И что придет время с этой автоматизацией и интернетизацией, когда роботы начнут все делать, труд действительно будет наградой. Я уверен, это так и будет, что будут давать работать только лучшим, а всяким бездельниками, ленивым особям даже к труду допускать не будут. Поэтому давайте за то, чтобы мы наслаждались трудом, но чтобы мы работали и делали то, что нам нравится, то, что нам по душе. Чтобы мы находили свое призвание и трудились в своем призвании. Давайте за это. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук.